Добрый день, друзья! Меня зовут Амир Ройтман и я руководитель клуба молодых бизнесменов. И сейчас мы в гостях у успешного предпринимателя Владимира Симина. Владимир, добрый день! Добрый день, Амир! Привет! Владимир, я вас знаю как успешного предпринимателя, профессионального руководителя, а также эксперта в области продаж. В двух словах, чем вы сейчас занимаетесь и какой у вас опыт? Ну, поскольку мы сейчас сидим в фотоденте, то сейчас мы с тобой занимаемся как раз тем, чем занимается фотодент. То есть мы помогаем стоматологам найти проблему у их пациентов и лечить именно то, что нужно, а не то, о чем можно догадываться только. Так, а какие-то другие еще у вас, возможно, проекты есть? Связанные с фотодентом? Нет, не только, вообще в целом. Ну, мы с тобой давно не виделись, я за это время успел стать генеральным директором УНИК и сети фитнес-клубов для женщин. Круто! Скажите, Владимир, а опыт как, ну, я вас обозначил как эксперта в области продаж. Продажами сколько лет вы уже занимаетесь и ваш уровень по 10-бальной системе как вы себя оцениваете? Ну, профессионально продажами я занимаюсь, наверное, с 87-го года. То есть это уже в сумме? Это уже в сумме 30 лет. 30 лет, ничего себе, некоторые столько даже не живут. И некоторые, да, но вот занимаюсь продажами, да, нравится, занимаюсь и продолжаю нравиться. По 10-бальной системе, ну, наверное, на 6. На 6? Наверное. В моем понимании у вас лет 12 баллов. Поэтому, как бы, я вас и обозначаю как эксперт в области продаж, плюс опыт 30 лет. За это время вы много повидали, тем более у вас большой опыт в Израиле. Так как вы там работали сколько лет? Ну, в Израиле профессионально работал в продаже 20 лет. Ровно 20 лет. 20 лет в Израиле, 10 лет в Молдове. И вы оцениваете 6 из 10? Ну, я думаю... Только это еврейская система. Я думаю все-таки, что правы те люди, которые говорят, что чем больше ты узнаешь, тем больше ты знаешь, что ты не знаешь. Поэтому в этом смысле, чем больше я узнаю о продажах, тем больше мне кажется, что я еще должен узнать. Потому что, на мой взгляд, продажи это бесконечность, а знание о продажах это безграничность. Поэтому я себе скромно поставил 6. Или мне кажется даже не скромно, потому что 6 это не скромно. А Владимиру я ставлю 12 из 10. Владимир, да, так как я вас все-таки оцениваю как эксперта в области продаж, мне бы хотелось с вами поговорить о продажах. Давай. Вот скажите, хороший менеджер по продажам, какой он? Вот есть у него какой-то портрет? Что он должен уметь и что такое вообще профессиональные продажи? Мы говорим сейчас только о моем частном мнении, да? Да, вот ваше субъективное мнение основывается на вашем 30-летнем опыте. Я глубоко убежден, что хороший менеджер по продажам это, в первую очередь, хороший достойный человек. Потому что, если он приходит работать в продажах не на 5 минут, да, и не в какие-то там, случайно его занесло в продажи, то он обязан выстраивать свой портфель клиентов. А свой портфель клиентов устраивается на рекомендациях. Рекомендация это доброе имя. Поэтому он должен быть хорошим человеком. Скажите, вот по вашему мнению, лучшая мотивация для продавца, она какая? И чего она состоит? Ну, лучшая мотивация, ты имеешь в виду, ну я бы разделил это на два вопроса, да? То есть самомотивация. И тогда мне очень, я встречал разных менеджеров по продажам, у которых есть разная самомотивация. Скажем, женщина развелась с мужем и хочет, чтобы ее уровень жизни не упал. Мотивация. 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 Или там в семье кто-то болен и фантастическая мотивация зарабатывать. Вот еще и для этого человека тоже мотивация. Или мотивация там купить квартиру, купить машину, что-то. То есть какая-то цель, которая требует, достижимо, но она требует приложить серьезные усилия. Это самомотивация. Если мы говорим о мотивации персонала, руководителя, да, вот такой, то я уверен в том, что только дух игры, то есть какие-то соревнования, какие-то призы, какие-то конкурсы, какая-то возможность моим сотрудникам, работающим в отделе продаж, реализовать себя в каких-то других проектах внутри моей компании, вот это очень сильно помогает мотивировать персонал. Скажите, а как вы понимаете, что этот человек сможет много делать и таким образом быть достойным менеджером? Может быть, есть какой-то вопрос, ну, сколько вы хотели заработать? То есть задаете такой вопрос. Вот я знаю, что многие компании радуются, когда менеджер говорит, что он готов, ну, ему достаточно там до 5000 рублей. Насколько для вас критерий названия суммы, которую он хочет зарабатывать, является решающим в выборе кандидата? Для меня он не является решающим, это всего лишь один из факторов, которые я взвешиваю, но если менеджер говорит о том, что его интересует зарплата в 5000 рублей, то я ему, как правило, рекомендую заняться чем-то другим, потому что это не стоит того, чтобы работать в продажах. А сколько, ну, по вашему мнению, в среднем зарабатывает хороший менеджер по продажам? Ну, на мой взгляд, в различных бизнесах, я бы сказал, что это должно быть от 10 до 15 тысяч рублей в Молдове. А руководитель отдела продаж? Руководитель отдела продаж должен зарабатывать, ну, на мой взгляд, примерно 20 тысяч рублей. Где взять руководителя отдела продаж? Если менеджера по продажам тяжело найти, то что тогда с руководителем? Хороший вопрос, ты задал. Ну, во-первых, любой управляющий компанией, да, он обладает каким-то загашником имен на разные должности. Ну, по крайней мере, мудрый управляющий должен обладать неким листом ожидания на должности руководителей, на должности рядовых, линейных сотрудников. Потому что ситуации бывают в жизни разные, и иногда они развиваются очень быстро, и ты действительно не успеваешь подобрать руководителя. Поэтому желательно, даже тогда, когда тебе не нужен на сегодняшний день какой-то сотрудник, но ты знаешь о том, что есть рекомендация о каком-то человеке интересном, или, скажем, к тебе пришел какой-то человек, я, как правило, провожу собеседование и договариваюсь, или, если у меня есть возможность, я беру этого человека на другую должность с перспективой роста, либо я договариваюсь с ним, что он меня очень заинтересовал, и как только у меня будет место, я ему позвоню. Как правило, у меня есть в моем блокнотике ряд фамилий, которые, ну, меня уже много раз выручали. Отлично. Допустим, отдел продаж у нас есть, руководитель отдела продаж есть. Теперь давайте приведем к рекламной кампании. У многих складывается такое впечатление, что если компания дает скидки и говорит о них, значит, у компании какие-то проблемы, сложности. Сложно продается продукт. Как вы считаете, скидки это хорошо или плохо? Если хорошо, то какие? Если плохо, то почему? И что делать, когда реально плохо продается? Это, наверное, два вопроса. Давайте начнем насчет скидки. Скидка это хорошо либо плохо? Ну, это и нужный инструмент, и, на мой взгляд, ненужный инструмент, поскольку, скажем, если мы говорим о каких-то продуктах питания или об одежде, об вещах, которые либо заканчиваются срок годности, я понимаю скидку, да, для того, чтобы продать, распродать товары, либо вообще ты потеряешь все, либо ты хоть что-то вернешь. Понятная вещь. Сезонный товар. Либо ты положишь его на склад, и он у тебя будет лежать еще как минимум полгода, либо ты сейчас устроишь распродажу и имеешь возможность привести новую коллекцию. Тоже понятная вещь. Скидки в сфере услуг, на мой взгляд, ненужная вещь. Особенно если это касается какой-то услуги, которой пользуются люди долго. Ну, ты можешь спросить, ну вот, фитнес, да, это то, чем я еще занимаюсь. Мне не нравится, когда у одних клиентов одна цена на такую карту, а у других клиентов на такую же карту другая цена. Мне это не нравится. Это в конечном итоге, ну, наверное, убивает клубный дух, убивает атмосферу. Это не нравится клиентам, они в конечном итоге, ну, в конечном итоге ты чего добился? Ты приучил клиентов с тобой торговаться. Я не вижу в этом большой вывод. Вот такой вопрос по поводу возражений. Мы начали тему возражений. Самое популярное возражение у клиента, ну, по услугам. Это дорого? Какие числа стоит еще? Я должен подумать. Я должен подумать? Ну, наверное, дорого я должен подумать. Наверное, два раза. На данного расстояния. То есть вы находитесь далеко, а это если, допустим, фитнес-клуб, либо... Ну, есть причина, по которой человек пришел к тебе, правда? Это же не просто так он пришел к тебе. Как работать с возражениями? Какой, кажется, существует методика? Ну, для начала надо выяснить, оно справедливое возражение. То есть оно честное, даже не справедливое, а честное или нечестное. Есть техника, которая позволяет выяснить, насколько это честное возражение. Ведь на самом деле люди далеко не всегда говорят правду на переговорах. Встреча по продажам – это переговоры. И поэтому для того, чтобы лечить болезнь, врач должен поставить точный диагноз. Точно так же для того, чтобы работать с каким-то возражением, менеджер по продажам должен точно понимать, это честное возражение или нечестное. Нет смысла никакого заниматься нечестным. А как понять, как можно оценить правду, либо клиент отмазывается? Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас тебе это рассказал? Это долго. Давайте в двух словах. Вот коротко так, по какому критерию можно определить? Коротко по какому критерию можно определить, это на самом деле совсем несложно. Это нужно всего-навсего убрать это возражение. Ну, к примеру, сейчас говорю, что это дорого. Во-первых, стоит узнать, что значит в его понимании дорого, и за какие деньги он купил бы. Во-вторых, стоит спросить у человека, давайте предположим, что я готов вам продать по этой цене. Вы готовы купить это прямо сейчас? Если он говорит «да», то, скорее всего, это честное возражение, его действительно интересует вопрос цены, и тогда здесь нужно работать с возражением по цене. Если же он говорит «нет, ну там у меня дочь должна выйти замуж, или старший сын должен закончить институт, или неважно, еще какие-то другие причины», он начинает придумывать, то, скорее всего, это возражение нечестное, и нет смысла никому заниматься. Тогда нужно искать реальное честное возражение. И последний вопрос. Очень часто у клиента складывается впечатление, что ему что-то пытаются впихнуть. Как вот создать правильные переговоры, чтобы у человека не сложилось ощущение, что ему пытаются реально продать, что ему хотят реально помочь, и тот продукт, который он прилагает, это решение его проблем. Какая существует методика, чтобы не было ощущения того, что ему пытается вот возьмите, вот пожалуйста, вот это всего лишь столько-то стоит. Как вы считаете, как это надо сделать правильный гамп? Это несложно. Это несложно, потому что любой человек, который уходит, не заключив сделку, да, любой потенциальный клиент, который не заключает сделку и уходит с ощущением того, что ему попытались навязать или, как ты говоришь, впихнуть. С большой долей вероятности я могу тебе сказать, что на этой сделке, на этой встрече менеджер по продажам говорил о своем продукте, о своей услуге, о себе и очень мало говорил о клиенте. Поэтому у клиента сложилось ощущение того, что на него давят. Потому что единственная тема, на которую готов говорить клиент бесконечно, это о нем и само. И если менеджер понимает это, то он тогда говорит о своем собеседнике, о том, как он видит решение своих проблем. И только тогда он очень аккуратно должен предложить из арсенала того, что есть у компании, что-то, что может помочь проблеме клиента. Но для начала нужно понять, что нужно клиенту. А если я с первых минут буду говорить о том, что у меня есть, что возьмите, что у нас акция, у нас скидка. Человек не пришел за акцией, он пришел за помощью. Человек покупает, когда он видит, что продукт помогает ему в достижении какой-то цели. Правда же? Поэтому, ну скажи мне, если ты не собираешься сегодня покупать какой-то продукт. Вообще не собираешься. И там висит акция, что скидка 70%. Ты будешь покупать? Нет. Он тебе не нужен просто. Поэтому первично люди приходят все-таки не из-за скидок. Это некий дополнительный мотив. А потому что у них созрело желание или потребность в этом продукте или в этой услуге. Нужно понять, что их привело к тебе. То есть задавать вопросы? Ну это единственный способ говорить о незнакомом человеке. Задавай ему вопросы. Задавай ему вопросы. И понимать, что ему нужно. И внимательно слушать, конечно. Друзья, задаем правильные вопросы. Понимаем, что от нас хочет клиент. И предоставляем ему такую возможность. То бишь наш товар, который он обязательно купит. Желаю вам удачи. А мы были в гостях у Владимира Симина. Владимир, огромное спасибо. Было очень поучительно. Спасибо. Море удовольствия поболтать с тобой. Спасибо.